День России На этом предприятии в прямом смысле слова делают и продают главный символ патриота. Триколор печатают на специальные ткани, прогоняют через печку. Технология, кстати, итальянская, краски корейские, а на выходе получается флаг российский. Производство флагов оказалось делом прибыльным. Цену хоть и не называют, мол, коммерческая тайна, все-таки для президента стяги печатают. А вот про объемы производства говорят с гордостью. Выросли. То ли уровень патриотизма поднялся, то ли депутаты посодействовали. Новый закон о том, что в образовательных учреждениях, когда мероприятия какие-то, должен увешиваться, подниматься флаг России, и, собственно, он должен там постоянно либо на здании, либо как-то рядом висеть. То есть 1 сентября будем массу для образовательных учреждений еще. Впрочем, социологи утверждают, сейчас в стране действительно всплеск патриотизма. Вот и недавнее исследование это доказало. Людей спрашивали, кто вы такой? Я гражданин России. Ответили больше половины. В прошлом году эти цифры были ниже, а вот рекордный всплеск регистрировали 6 лет назад. Более того, треть респондентов в этом году ответили, что испытывают надежду по отношению к своей стране. Кстати, писатель Виктор Ерофеев ничего удивительного в этих цифрах не видит. Часто бывает так, что страна, совершая какой-то поступок, совершая какую-то акцию, которая определяется как победа, она в глазах соотечественников вырастает. Вот радость, матч, забили три гола, а нам только один. Ну и вот отлично, мы победили. Победами России вдохновились и волгоградские дизайнеры Аня и Ваня. Свой креатив они вылили на китайский текстиль, в модный формат принта перевели образ президента России и получился не глава государства, а супергерой. Вот Путин на коне, а вот в военной форме. Просто самовыражение, и каждый проявляет любовь и творчество как может. А стоит такое самовыражение 1200 за майку, то есть 35 долларов за сутки в День России. Аня и Ваня продали 5000 футболок. Если подсчитать, то получается, Путин супергерой, сделал их миллионерами. Пенсионер из Ельца Евгений Крикунов не миллионер. Коллекцию бюстов, наград, картин эпохи СССР собирал на свои, по крупицам. И все для земляков. Вроде добро делает, а вот коммунисты в суд подали якобы Крикунов ради личного музея, воруют бесхозных ленинов. Активист, конечно, суд выиграл и заявил, его коллекция для всех, ну почти. После этого они у меня стали голубыми и ниже плинтус. Приедет Зюганов, я его сюда не пущу. А еще он собрал полотна местных живописцев, экспонаты знаменитого Елецкого кружева и тоже за свой счет. На создание музейных фондов ушло полвека жизни. На вопрос, зачем ему это, отвечают философски. Такие, как певец Денис Майданов, оказываются тоже единицы. Раньше он был просто звездой, а теперь звезда с медалью за патриотизм. Этот концерт прошлого года, когда Майданов спел о флаге в день флага и принес ему долгожданную награду. Впрочем, медали за одну песню не дают. Я участвовал во всевозможных акциях российского правительства, российского спорта. Пускай это будет бесплатно, но если это за идею, за какое-то будущее светлое моей страны, то это стоит делать. Популярности патриоту Майданову не уступает и вот этот код патриот. Видео, на котором четвероногий встает под звуки гимна, просмотрело больше миллиона пользователей. Котом восхитилась вся страна, а вот хозяину шишки достались. Кот должен срочно заняться воспитанием мужика. Кот патриот, а мужик нет. Даже у кота больше патриотизма, чем у мужика, лежащего на диване. Кот стоит, мужик лежит. Кстати, после такой атаки хозяин кота удалил видео. А вот депутаты Госдумы с гимном в сердце стреляли, ползали и снова стреляли. Потом и до танков добрались. Так прошли очередные военные сборы для сильной половины депутатского корпуса. Своим примером законодатели хотели привить подросткам любовь к военной службе. Вот и депутат ЛДПР Ярослав Нилов. Это, кстати, он танк ведет. Говорит о подрастающем поколении и военных сборах. Надо не каждый год, надо по нескольку раз в год и начинать со школьной скамьи. Уже в Госдуме уточняет, армия это патриотично, а вот фанатизм не очень. У нас могут кричать Россия, Россия на стадионе, считать себя патриотами, при этом выйти, побить прохожих, порезать в метро сиденье, перевернуть ларек, ну и так далее. Это, конечно, не патриотизм. Патриотизм это любовь к родине, уважение к старшим, уважение к истории. Формулировку «любовь к родине» депутатам еще предстоит конкретизировать. Народные избранники собираются принять закон об искажении патриотизма. Суть проста. Любишь родину не так, как все – штраф. Впрочем, автор законопроекта «Единорос» Аркадий Пономарев, вот он, документ отозвал, сказал по личным причинам и не исключил, что еще вернется к обсуждению. Михаил Теретьев, Денис Ильевский, Оксана Джипуа, Надежда Утхина, Константин Жуховицкий. Вместе из России.